а здрасте всем привет улей а мы тут продолжаем сидиска line срубится и у нас город растет домики обновляются и то это начальная школа что у нас тут у нас тут уже третий уровень я вам скажу растет и это классно в общем то у нас тут пожар что-то не то и достаточно покупателей товаров сейчас мы вам нарулим короче друзья чем еще не будем делать у нас есть потребность в жилье и соответственно надо нам что-нибудь заселить и я думаю что вот это вот площадь не знаю вот отсюда наверное давайте вот отсюда мы вот этот проспект продлим и сделаем а чё я рассказываю давайте делать чушь там это правда не немножко не проспект такая обычная дорога двухполосная в общем то мы сделаем вот такую вот ответвление дайте мне 90 градусов пожалуйста вот мы его вот так вот продлеваем вот сюда и можно даже в принципе его даже и вот сюда продлить ладно и вот здесь вокруг кратера хочу сделать какой-то круглый райончик потому что у нас жахнул метеорит прошлый раз это было не совсем приятно но что поделать в общем то здесь мы сделаем колечко только большая проблема это сделать его ровным поэтому она у нас будет неровная да как его сделать ровным а хрен его знает ну давайте попробуем вот так вот это пока просто наброски у меня вряд ли получится сделать его прямо ровным хотя знаете ли всякое в жизни бывает до 1 блинком надо надо его сносить давайте игру пока на паузу тоже поставим можно в принципе крест-накрест сделать хотя рельеф изменится я хочу оставить этот кратер надо делать ближе значит сюда и она все равно получается косо если вот так вот это что-то уже больше похоже на правду это ведь она получается смещенное влево так надо его делать чуть выше и чуть правее я понял от той точки где мы начинали чуть выше и чуть правее чуть выше и чуть правее примерно вот так наверное давайте попробуем кольца знаете ли это не мое сильное место переборщил с высотой что ж не так-то со мной а попытка номер пять я не знаю почему 5 если это не пятая попытка 3 песенка просто вспомнила и знаете ли все равно криво получилось но твою ж мать а я видимо никогда ровно не сделаю да еще сколько денег мы сейчас в бухаем это все дерьмо что если какие-то направляющие получить давайте вот ближе к центру что ли вот вот такой центр возьмем вот эту дорогу за основу и попробуем ввести от нее надо нам вот до сюда как-то вот так ой это получилось то что я хотел а потому что я не круглую дорогу выбрал я выбрал просто ладно нас будет кривой круг но он будет знаете ли круглым вот слушайте это больше на правду похоже мне вот это вот мне нравится соответственно вот это вот мы сносим и дорогу апгрейдим до односторонней а вот она по часовой стрелке все как надо вот относительно этого кружочка мы с вами будем строить какой-то район и хочется его уже сделать каким-то более менее кривым прямоугольная застройка это конечно все хорошо но всего знаете ли есть предел и наверное по краю у нас будет объездная какая-то дорога давайте двухполосную сделаем кстати можно здесь вот на углу у нас лес я думаю что здесь если выбрать промышленности есть тут такая штука природные ресурсы да здесь можно какую-то лесопромышленность сделать почему бы и нет в общем то будем иметь это в виду но для начала хочется как-то этот район знаете ли кольцевую сделать какую-то или на хрен она нужна кстати нам открылась средняя дорога шестиполосная и я думаю что наш главный проспект вот этот можно улучшить именно до этого типа дороги а давайте так и сделаем пока есть деньги вот это вот все дело нас теперь будет здесь крутая шестиполосная дорога все-таки это самый что ни на есть проспект здесь бы еще как-то это все дело пофиксить ну ладно это потом со временем надо здесь что-то придумывать в общем-то хочу двойной дорогой как-то район обозначить может быть даже вот это вот все дело стоит снести давайте вот пойдем вот отсюда как-то вот тякот потом вот тякот за гагулин кай вот сюда вот мы выйдем через лес мы немножко хотя в сам лес мы заходить не будем вот тякот вот так вот еще раз налево потом здесь такой довольно крутой поворотик выходит направо все это дело аккуратненько загибается да не очень красиво получается ну ладно пока что более-менее норм вот так вот это все загибается потом вот в эту сторону вот так вот здесь такая вот прямая дорога здесь так вот это все дело выходит и здесь как-то дайте мне направляющую пожалуйста нет не дают вот падлы короче как-то вот так вот мы все это дело вроде как вышли напрямую до нихрена не напрямую вышли но да и направляющую падла что он ерепенец это ну как-то вот так вот вот такой район да хотя вот это вот дело я бы скруглил немножко давайте так и сделаем вот так вот так мне нравится больше хотя не сильно что-то изменилось вот из нашего супер ского круга пойдут давайте 5 наверно 5 веток сделаем прямых причем нет не прямых не хочу прямые хочу кривые давайте вот одна вот такая вот будет бздынь одна будет вот такая вот бздынь давайте вот в это место мы еще как-то приедем вот так вот бздынь и и вот сюда давайте даже кривую сделаем вот такую вот так вот раз и два да что-то непонятное но очень интересное еще надо вот с этой дороги тоже какое-то соединение сделать потому что тут большой круг получается вот так вот вот смотрите вот такой вот район разумеется надо будет сделать выезды и на проспект и как-то это все дело посоединять будет это мы чуть попозже придумаем вот надо сделать какую-то минимальную разметку денег мы на дороге в бухали я вам скажу мама не горюй здесь у нас пойдут слушать а кольцо наверно тоже двухполосным наверно стоит сделать есть у нас односторонние нет у нас нихрена нет односторонней дороги чтобы четырехполосная было ну и хрен на нее тут в принципе пробок быть особо не должно но и сейчас надо это дело как-то начинать размечать я думаю что мы начнем самого большого куска нет не самого большого куска мы начнем вот с этой вот части не знаю почему здесь у нас будут односторонние дорожки и тоже будем делать их Не знаю, каким образом. Будем просто импровизировать. Вот, как-то вот так вот сделаем. Вносительно плотно здесь получилась застройка. В принципе, вот этот райончик тоже можно тогда начать размечать. Что тут? Нормальный перекресток? Нормальный, в принципе, перекресток получился. И можно даже сделать вот такой вот перекресток. Тоже, в принципе, неплохо. Мне нравится. Здесь, значит, сделаем вот такую вот дорогу, которая идет как-то вот тякут. И приходит вот сюда. И здесь, соответственно, идет вот такое вот ответвление, которое... Блин, тут тоже рядом перекрестки. И оно будет тупиковым, знаете ли. Вот, нормальный, мне нравится. Отсюда, соответственно, из этого же перекрестка поведем какую-нибудь дорожку. Как-то вот так вот. Давайте вот таким вот кругом, а потом где-нибудь ее выведем. Вот так вот, да. И в этот же перекресток, да, у нас здесь будет довольно интересно перекресток. Четыре дороги, и хрен пойми, как тут ехать. Водители будут меня за него ненавидеть. Но нам пофигу абсолютно. Здесь вот сделаем вот такой вот тупичок, в принципе. А здесь можно сделать вот такую вот пупуську, которая позволит туда легко добираться. И у нас осталась еще одна неразмеченная область. Я думаю, что вот этот перекресток мы куда-то и поведем. Тоже сделаем вот такую вот кривую дорогу, которая будет идти вот сюда. Отсюда можно тоже сделать какое-то тупиковое. Так он что-то не хочет делаться. Какую-то тупиковую такую вот пупусечку. И вот отсюда тоже можно сделать тупичок. Вроде как все разметили. И вроде как здесь даже что-то как-то можно строить дальше. У нас остается 46 тысяч. На инфраструктуру этого района здесь точно не хватит. А еще не стоит забывать, что туда нужна будет водичка. А водичка стоит денег. Давайте ее тоже проложим. Пока не намного. До круга как-то вот так сделаем. И вот так вот, да. Вот первый вот этот квартальчик у нас и будет заселяться. Надо еще соединить это все дорогами, чтобы люди могли туда как-то попадать. Вот эту дорогу, видимо, надо будет как-то продлить. И пойдет она вот в ту сторону. Я думаю, что вот с этим перекрестком можно вполне ее как-то будет соединить. Вот так вот. Надеюсь, здесь пробок тоже не будет. На самом деле не помешало бы еще соединение, раз пошла такая пьянка. Давайте только ближе к центру района. Вот здесь вот, например, тоже сделаем соединение. Только давайте ровное. Люди, в принципе, могут попадать из одного района в другой. Вот так вот бздынь. Тут ничего, ребята, перестроится. И, кстати говоря, вот это вот соединение тоже можно вполне себе сделать. Вот отсюда, вот сюда. И вполне нормально. Но как-то так, вроде как, не так уж и плохо. Слушайте, мне нравится пока что. Водичка здесь есть, электричество здесь нихрена нету. Но я думаю, можно запускать время и начинать первую застройку. Как-то вот так вот. Сейчас посмотрим, что по электричеству, куда это все дело удобнее подводить. Люди здесь сразу же вырастают. Не люди, а домики. Люди строят домики. Электричество нихрена нету, это логично. Вот здесь вот мы продлим коммерцию. У нас коммерция здесь вот будет до конца. И смотрим по электричеству, где нужно соединение. В принципе, коммерцию можно сделать и вот здесь вот. Нет, здесь не хочу. Хочу вот здесь. Здесь тоже оно все появилось. Но нужны соединения. Здесь строить ничего особо сильно не хочу. Хотя тоже можно будет упороться в какую-то коммерцию. Ладно, соединяем тогда проводами. Никуда от этого не денешься. Электричество, в общем-то, у них появилось. Кстати, у нас просадки по электричеству были в прошлый раз. И они уже появляются. Надо строить еще одну угольную электростанцию. Поэтому мы ее бахнем вот сюда. Следующая у нас будет нефтяная. До нее еще далековато. И я бы не сказал, что она прям сильно лучше. Хотя нет, она сильно лучше. Но дороже, падла. Здесь у нас тоже, кстати, домики растут. Все усовершенствуется. И это, кстати, здорово, да. У нас опять большая потребность в жилье. Поэтому мы продолжаем заселять вот это вот все дело. Вот этот наш новый райончик. Который пока что без названия. Старый райончик тоже без названия. Но, ребята, еще не дошел до комментов. Еще не публиковал первой серии. Так что переименуем. Не переживайте. Но можете продолжать писать идеи. Потому что впереди много разных районов. Может быть мне что-нибудь понравится на будущее. Вот. Как-то вот так вот мы все это делаем. Здесь, конечно же, нужна будет какая-то инфраструктура. Кстати говоря. Детская больница. У нас вот здесь вот на кругу можно будет поставить все эти больнички, пожарки. Мне нравится вот эта вот идея. Давайте так и сделаем. 18 тысяч это падла стоит. Мы ее ставим. Обычную поликлинику на самом деле тоже неплохо было бы поставить. Давайте вот напротив. Нет, не напротив. Вот здесь вот какой-то более-менее охват получается. Ее лучше будет вот здесь вот ставить. Когда дорастем, тогда и поставим. По поводу пожарных. Пожарные это дело очень нужное. Тут уже, кстати, пожарная станция скоро будет на подходе. Но я думаю, обычная пожарная справится. Поставим вот здесь маленькую. На эту часть. И потом в правой стороне тоже поставим. Там тоже все будет хорошо. Значит, что нам еще надо? Нам еще нужно убежище. И здесь их придется ставить несколько. В общем-то потом мы этим займемся. Ладно. Нужна еще полиция. Полиция, которая будет охранять наш чудесный город от преступности. И мы ее жахнем сюда. В принципе, можно будет их потом поменять на какие-то более крутые. Которые с большим охватом идут. Но ничего. Мне пока и так нравится. Школа. Кстати, школа тоже здесь нужна. У нее охват очень маленький. Вообще, на этом отшибе будут жить не очень образованные люди. А школу мы жахнем вот сюда. Вот прямо. А средняя школа. То есть, которая высшая. Мы ее потом жахнем в центре. А можно ее даже не потом. Можно сейчас жахнуть, пока есть деньги. Вот. Денег больше нет. Водичка. Водички не хватает. Электричества не хватает. Водички не хватает. Одни проблемы. Город проблем. Электричество здесь тоже не подвелось. Я на самом деле не очень хочу здесь что-то заселять. Хотя, с другой стороны. А почему бы и нет. Можно, кстати, парк какой-нибудь поставить. Кстати, дорожки. Да, я совсем забыл про дорожки. Дорожки нам нужны, чтобы было проще добираться. Давайте тоже будем кривые ставить. Вот. Тут, конечно, придется сносить некоторые здания. Или ровные ставить. Я даже не знаю. Но отсюда по-любому нужен какой-то выход. И оно не хочет ставить. Представляете? Место уже занято, пишет. Тут же ж падла. Ну, давайте вот так вот это соединим хотя бы. Хотя смотрится оно у бога, честно говоря, да. Не того я ждал от этой игры. Можно проселочной дорогой соединить. Оно... Нет. Все равно не то. Все не то, а. Хочется какой-то красоты. Ладно, с дорожками я потом поупарываюсь. Как-нибудь увидим. Так, у нас есть 37 тысяч и у нас гигантская потребность в жилье. В общем-то, надо проводить трубы. Надо проводить трубы и все облагораживать. Я боюсь, что я сейчас сру все деньги вообще на это. Но что поделать? Не мы такие, жизнь такая. Пускаем воду, в общем-то, по кругу. И сейчас будем здесь что-нибудь придумывать. Вообще неудачно получается. Вроде даже все покрываем. Так, как-то так. И вот эту пупуську тоже надо... Что-то с ней надо сделать. Так, вроде все перекрыли. Все перекрыли. Замечательно. Значит, можно заниматься заселением. Соответственно, у нас тут большая потребность в электричестве есть. Поэтому, ребята, вот вам электричество. Сейчас оно тут все посоединяется. Домики растут. И это замечательно. Давайте, в общем-то, самое центральное, вот около круга, вот это вот дело и позаселяем. Сейчас в первую очередь. Поближе к школам, поближе к кругу. Вот эти вот все кварталы. У нас, кстати, уже будет скоро доступна застройка высокой плотности. И, может быть, вот эту часть мы сделаем именно такой. Почему бы и нет. Давайте, в общем-то, все заселяем. Здесь будет много людишечек. Вы бы хотели жить в моем городе? Я бы, на самом деле, не хотел. С учетом отношения мэра к своим гражданам. Честно, не хотел бы. Кстати, вот сюда можно поставить какую-нибудь радиомачту. Как она тут будет смотреться? Маленькая. Наверное, давайте дождемся большую. Она действительно вот так вот в центре поставить и вполне нормально будет. Только да, надо дождаться большую. Дождемся большую, поставим потом большую. Если я не забуду. Так, вроде как спрос у нас на жилье потиху угасает. Это замечательно. Я думаю, имеет смысл этот район обозначить как район. Прямо вот так вот по дорожке поведем. Потом зарисуем это все дело. Ну, знаете, чтоб аккуратно было, да. Я люблю, когда аккуратно. У меня не всегда аккуратно получается. Но вот когда получается, мне очень нравится потом. Во. Прямо по дорогам. А почему бы и нет? Занимаюсь рисованием. Помнится, в детстве любил в пейнте просто в один цвет разрисовывать весь экран. Какими-нибудь тоненькой кисточкой. Не знаю, почему мне это так нравилось, но нравилось. И у нас просадки по электричеству. Ну, твою же мать. Ребята, сколько вы электричества-то жрете, а? Давайте пока на паузу поставим, пока мы тут занимаемся этим безумием. Так, это у нас другой район пошел. Ну, как так-то? Вроде же все пытался аккуратно сделать. Все да не все. Да, потому что начинать нужно вот с этой стороны было. Давайте вот сейчас вот чуть-чуть побольше кисточку возьмем. Во. Нормалды. Ой. Там вылез чуть-чуть. Ничего страшного на самом деле. Можно будет и подровнять. А с другой стороны можно так и оставить. Но нет, мы подровняем. Вот так вот. И подровняем в обратную сторону. Да. Вот такой район. Пирл парк. Не знаю, почему он так называется. Дефолтное название. Производство электроэнергии с 95 мегаватт. А что так мало? У нас же по 40 должно выдавать каждое, это самое, каждое электростанции. Проблемы с мусором. Что у нас свалка забилась? Твою мать. Вот сейчас начнутся настоящие проблемы. Надо жарить еще одну свалку. Утилизационный завод будет не скоро. Значит, жарим еще одну свалку вот сюда. По поводу электричества. 40 мегаватт, 40 мегаватт, 40 мегаватт. Видите, все по 40. И то год 120 должно быть. А у нас производится 95. Что-то в этой жизни пошло не так. Ладно, запускаем время. Я надеюсь, сейчас мусорщики разгребутся с этим всем делом. Свалка, понятно, забита. Если мы... Так, а у нас, кстати, вот новая. Градостроительная политика какая-то добавилась. Специализация на туризме, коммерческая специализация, нефтяная промышленность. В общем, туда много всего интересного. Новые дороги теперь с деревьями классные появились. Из зданий, в общем-то, большие здания, станции, больницы и так далее. Видимо, поспешил я со старыми. Ну ладно, пока значит так. Так, если нажать освободить здание до другого объекта, то мне кажется, оно начнет освобождаться и их будут тупо перевозить на правую свалку. По-моему, это так и работает. Ну и ладно. Так, этим ребятам, кстати, нужно еще кладбище или крематорий. Я вообще люблю больше крематорий ставить, потому что он места занимает меньше. Но раз они хотят кладбище, мы поставим кладбище. Вот здесь вот. И нормально. Отлично. Это все дело у нас покрыто. Что у нас, кстати, по тому кладбищу? Оно еще не заполнено. Тут у нас проблемы с мусором, что в принципе логично. Осталось это все дело только тропинками как-то обвести и парками. И все будет нормалды. О, производство 120. Нормально. Может быть проблемы были именно из-за мусора. Хрен его знает по воде. Приближаемся мы к пределу. По мусору использование свалок 51%. Потому что мы только что новую свалку поставили. Переработка мусора, разумеется, на нуле. Использование... Так, давайте по здравоохранению значится. Доступно коек. Все у нас хорошо. Средний уровень здоровья 68%. Что-то маловато как-то. Ребята, а что это вы болеете? Вроде у нас экологически все чисто. Но практически это как-то не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, у нас нет ничего оздоровительного. Но это ладно. Использование кладбища 1%. Доступность крематориев у нас 0%. Люди потихоньку умирают. От этого никуда не денешься. Такова жизнь. Детская больница. Заболевших детей и подростков 2 из 1014. Уровень рождаемости 17 в неделю. Уход за пожилыми. Средний уровень здоровья 61. Заболевших пожилых людей 3. Очень все интересно по этой статистике. Ладно. Далее. По пожарке. Источник пожароопасности относительно низкий. Но здесь правда да, есть леса. От этого никуда не денешься. И есть промышленный район, который тоже никуда от этого не денешься. Уровень преступности 6% вполне неплохой. Места в тюрьмах еще есть. По образованию. Соответственно, мест хватает. Мест хватает. Университета не хватает. Университет еще недоступен. Будет скоро. По общественному транспорту у нас его никак нету вообще. От слова совсем. Так что, в общем-то, все по-старому. Ничего не изменилось. Давайте-ка дальше заселять райончики. Тем более, у нас появилась потребность в коммерции. И мы ее сейчас будем утолять ту самую потребность. Пускай застраиваются. И в жилых зонах тоже, в принципе, можно потихонечку это все дело утолять. На 6500. Да, тоже на 6500 у нас появится. Не знаю, будет ли этот район у нас уже с высокой плотностью. Хотя, с другой стороны, можно будет потом это все дело переделывать. Или по бокам оставить здесь низкую плотность. А вот эту вот центральную самую сделать высокой плотности. Почему бы и нет. Пишите в комментариях, в общем-то, посмотрим, что будем делать с этим дерьмом. Вот. Пока что сделаем вот так вот. Коммерции что-то они не могут утолить свою жажду. Это, я бы сказал, довольно странно. Но ничего страшного. Вот вам, пожалуйста, стройтесь, сколько влезет. У нас проблемы с мусором. Проблемы с мусором никуда не деваются. Свалка заполнена. Это уже на 11% все очень быстро заполняется. Беда, беда. У нас здесь для промышленности, в принципе, есть еще вот тут место. И, в принципе, с этой стороны можно тоже как-то сделать. Но пока не хочется. По трафику, кстати, тоже надо посмотреть. У нас тут самые оживленные перекрестки, где могут быть пробки. В принципе, особо ничего страшного нет. Это хорошо. Вот здесь у нас скапливается трафик. Можно здесь, в принципе, дорогу расширить. Хотя не сильно-то он и скапливается. На самом деле, можно здесь убрать светофор и сделать поворот только направо. Хотя, какой в этом смысл? Ладно, нормально. Здесь я посмотрел более-менее. Вот здесь у нас горит прям красным. Но вроде я смотрю тоже особо сильно трафик не задерживает. Средняя скорость транспорта 82%. Вполне нормально. Вот. Значится, вот такой вот райончик у нас получился. И опять у нас еще больше потребностей в жилье. Это, с одной стороны, радует, конечно. Значит, заселяем все это дело. Люди ищут где жить, люди хотят переезжать в наш город. Это хорошо. Поэтому все заселяем. Людей здесь будет много. Хотят жить в нашем чудо-городе, пускай живут. Я ж только за. Мы ж за население. Правда, у меня уже начинает проседать фпс. Что не есть хорошо. Это у нас только 4000 жителей. Вроде как все должно хватать. Можно и коммерцию дальше продлевать. Потому что и потребность в коммерции появляется. Да, вся игра заключается в том, что у тебя появляется потребность. Ты ее пытаешься как-то с этим справиться. Просто потребности. Вся игра заключается в потребностях. Да. Во, нормально. На самом деле, может быть, уже даже имеет смысл пустить какой-то автобус. Водичка. Водичка пропадает. Все, водички становится мало. Вижу уже сообщение. Да, доступность водопровода сводится к минимуму. Ну, для нас это не особо большая проблема. Потому что мы всунем еще одну канализационную такую вот штуку. И еще одну хреновину, которая будет это все дело откачивать. Мы тоже всунем. Сейчас мы это все дело еще подключим. А, вот эта даже сама подключилась. Как замечательно. И подключаем вот эту штуку. Отлично. Хватит еще на столько же людей. Что, в принципе, хорошо. А вот тут уже пробочка. Это уже похоже на пробочку. С этим вообще, на самом деле, надо что-то делать. Не знаю, правда, даже что. Вообще, кстати, шоссе у нас открылось или нет? Шоссе у нас открылось, да? Шоссе у нас открылось. Это замечательно. Ладно. Будем сейчас что-то пробовать сделать. Я думаю, здесь даже стоит двухстороннюю дорогу делать. Точнее, двухполосную. Я понимаю, трафик все дела. Сделаем ее с зеленой зоной. Вот так вот. И вот эти выезды на шоссе тоже надо сделать как-то прям красиво. В принципе, есть у нас это самое дорожное анархие. Правда, что-то как-то у меня не сильно получается ей пользоваться. Сделаем вот так вот. И сделаем вот так вот. И оно ни хрена ровно не получается. А если сделать ровно, сделать слабо, да? Тут как бы то ли одно, то ли другое. Знаете, что мы еще сделаем? Мы еще вот это вот тоже дело снесем. И здесь уже пойдет двухполосное шоссе. Потому что, потому что да. Надо, чтобы они раньше выстраивались в две полосы. Только вот это вот дело надо развернуть. Вот так вот. Бздынь. Дороги это сложно. Но некрасиво получается. Вот не нравится мне. Но это, кстати, должно немножко разгрузить дороги. И оно ни хрена их не разгружает. Да, пробочка здесь все-таки какая-то остается. У нас, значит, большинство трафика идет направо. Ну, если вот отсюда вот смотреть. Самая проблемная зона это поворот направо. Хотя смотрите, сейчас вот как-то даже и разгрузилось. Давайте, в принципе, трафик менеджером на всякий случай. Просто, чтобы наш народ понимал, куда им надо ехать. Вот из этой полосы они обязательно едут сюда. А из этой полосы они едут сюда. Разворота здесь никакого не будет. Чтобы здесь никто не перестраивался. Я просто еще думаю, знаете о чем? О том, что сделать им отсюда только поворот направо. Чтобы прямо никто не ездил. Хотя они, видимо, и не сильно хотят. Но без светофора здесь никак. То есть светофор убрать это вообще не вариант. Прямо от слова совсем. Вот этим въездом в город, кстати, почти никто не пользуется. Что странно. Хотя, ничего странного, ладно. Есть еще вариант разгрузить это все дело. Соединив вот эту вот часть. Место уже занято. А что это? Это радиомачта, да, стоит? Надо ее перенести чуть-чуть, значит. Соединить вот так вот это все дело. Соответственно, тем, кто едет примерно из этого района. Туда им не надо будет делать круг. В принципе, это немножко разгружает это все дело, да? Давайте ускорим время, посмотрим. Люди активно пользуются этой дорогой, что хорошо. Нормально. Особо трафик здесь не скапливается. И, соответственно, мы вроде как разгрузили этот перекресток. Пока что результат меня устраивает более чем. Ладно. Мы возвращаемся к нашему заселению города. У нас опять дичайшая потребность в жилых зонах. Я думаю, что проще даже маркером это все дело просто тупо зарисовать. Давайте, люди, вот вам место. Можете здесь заселяться, строить свои домики, квартирки. И вот здесь вы тоже можете заселяться. Скоро я вам сюда еще парков понаставлю. Будете здесь жить припевающе. Деньги благо есть. А еще, кстати, надо будет потом деревьями вот это вот все дело засадить. Что по трафику? По трафику все хорошо? Нормально. Меня это устраивает. У нас 43% заполненность уже свалки второй. Ой, беда, ой, беда. 5500 человек. У нас не скоро появится в утилизационный завод. Но их надо будет ставить сразу несколько. И будем смотреть на парад мусоровозов. Вот здесь у нас все тихо. Тоже трафика особо нету. Люди развиваются. Уже третий уровень. Хотя у некоторых первый. А что вам не нравится? Остался один пожилой человек без образования в этом доме жить. Скоро он умрет. И возможно у него есть родственники, которые претендуют на этот дом. Но потихоньку все растет. Это хорошо. По коммерческим зонам, кстати, они у нас развиваются. Они у нас тоже развиваются. Тоже замечательно. Один работник даже с избыточным образованием. С обычным образованием нет людей. Что у нас проблемы с обычной начальной школой, что ли? Вы хотите сказать? Начальная школа. Отвечающих требованиям 500. Ну да. Хотя с другой стороны, эти две школы должны вполне хорошо справляться. И просадки по электроэнергии появились. Да вроде их быть не должно. Странно. Ладно. Будем считать, что это была разовая акция. Короче, народ. На этом я серии кое-то закончу. Опять-таки, пишите ваши комментарии, идеи, все предложения. Все, что в голову приходит. Все пишите. А в следующий раз будем делать что-нибудь другое. Всем, в общем-то, огромное спасибо, друзья, за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.